Я вот все время путаюсь. Говорят, юбилейный это то, что кратно 25, а это ведь 15-й марафон, да? Можем все равно говорить, что он юбилейный? Вам все разрешено. Так, тревожное начало. Оно раносное. Потом последует, но! Но, конечно, все бывает. Так что, 15-й, чем он будет отличаться от 14-ти предыдущих? Потому что ведь разное количество спектаклей каждый раз в марафоне. В этом 10 плюс премьера Федры. Совершенно верно. Во-первых, каждый раз обязательно премьера. Здесь это еще и знак какой-то свыше. Потому что Федру я ставил на таганке. Очень давно. Три, 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 тридцать лет тому назад. И в этом спектакле играли сегодняшние звезды. Первый их выход на сцену был в этом спектакле. Серебряков, певцов и великая Алла Сергеевна Демидовна. Тогда принимали этот спектакль, я даже боюсь сказать, хорошо. Нет. Феноменально. И все они играли потрясающе. Но вот прошло время, и я подумал, Цветаева все равно одна из первых в мире великих. А материалы, которые мы тогда давали в том спектакле, о ней еще не были напечатаны. Я привез их из Нью-Йорка. И мы, Алла Сергеевна, эти биографические ее возгласы, крики, читала феноменально. Но теперь-то материалов больше. Так. И мы пошли дальше, полетели вверх. Потому что она вообще считала, что миф – это то место, где независимо от нас все сосредоточено. И нужен только человек, который своей энергией, безумием пробьется туда, а мифы все там. И мифы отправляют буквы, тон, музыку – все. Вот оно так. И это волнительно, потому что это только дети могут себе так позволить. Прыгнуть через 30 лет. Сказать 30 лет не было. И мы вот создаем афинский дворик, где собирается тусовка молодых ребят сегодняшних, которые не знают о ней ничего, знают только сюжет Федры, а все остальное они здесь импровизационно воссоздают. Это полупластика, полутанец, полузвук. Все, что Серебряный век открыл, и то, что для Цветаева было болью, радостью. Идешь в пьесу, студия Бахтанговского театра не приняла. Сказали нет, нет и нет. И вот оно так пролежало, и 30 лет назад я первый закричал. Да! Пришел к Анатолию Митландшу Рефресу и сказал, он сказал, да, давайте. Все. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва 24.